Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной постпрограммы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня в студии у нас финалист первого в истории постсоветской России конкурса «Лидеры России». Извините за тавтологию. Это Светлана Николаевна Котенкова, заместитель директора по образовательной части Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета, доцент кафедры государственного и муниципального управления и кандидат экономических наук. Кандидатская не по теме лидерских качеств была? Нет. Все начиналось хотя бы близко по личным интересам, личным экономическим интересам. Прекрасно. Я, конечно, должен принести некоторые извинения, потому что мы планировали встретиться с вами сразу после этого конкурса. Ну, так вот сложились обстоятельства, мои, ваши. Но не поздно, не поздно. Насколько я понимаю, глава государства нашего, Владимир Владимирович Путин, заявил, что этот конкурс теперь будет ежегодным. Да. И в связи с этим, я думаю, что у наших слушателей и зрителей достаточно много вопросов, что это вообще такое, как он про... Я имею в виду, что чисто любивых людей и с лидерскими качествами, или считающих, что они обладают лидерскими качествами, их много. И давайте мы им поможем сориентироваться, если кто-то вознамерится поучаствовать в следующем конкурсе. Начнем с самого начала. Как вы туда попали? Попала? Да. Вообще конкурс, только, наверное, пройдя все этапы, всегда говорили о том, что он заточен на мотивированных людей. И когда ты дошел до финала и начинаешь рефлексировать внутри, ты понимаешь, действительно, не знаю как, потому что в технологии внутренней конкурса не участвовала, но действительно он позволил выявить, наверное, самых мотивированных, тех, кто не испугался, тех, кто поверил. Как было со мной, если говорить конкретно про себя? Секунда. Секундное принятие решения. Тот редкий случай, когда моя семья дружная очень собралась на кухню, идет фоном, тоже телевизор смотрим не часто, репортаж о этом конкурсе. И вот буквально я четко помню этот момент, когда принимаю решение первое для себя, это про меня, там что-то говорят, это про меня. Второе, когда начинается конкурс? 6 ноября. Я буду уже, возвращаюсь из отпуска, я успеваю участвовать в этом. И глядя друг на друга, вся семья, будем участвовать? Будем участвовать. Вся семья это вы, муж и... Муж и двое детей. И двое детей. Две очаровательные дочки. Да, одна уже так, находится на этапе выбора, очень важного, заканчивает 11 класс, в этом году мы поступаем, ну а вторая еще совсем маленькая, 6 лет исполнится послезавтра. Ну, чудесно, как она подгадала, еще бы один денек раньше, да, и она попадала на 8 марта. Мама старалась. Я понимаю. Хорошо, значит, ваши дочки и ваш муж нисколько не сомневались, что вам надо участвовать, и что, ну, упрощенно или грубо говоря, что у вас есть хорошие шансы. Конечно. То есть, в семье вы лидер, как я понимаю. У нас в семье на самом деле так случилось все лидеры, то есть, тут каждый поборется. Только была, видимо, избрана так интуитивно тактика, первый снаряд у мамы шансов больше по этому конкурсу, значит, не распыляемся, все в одну воронку. Да, да, и в то же время в одном из интервью вы сказали, что создать аккаунт вам помог муж. Это действительно правда, потому что вот лично для себя, я понимаю, это четко осознаю, я бы, наверное, вылетела вот на этом этапе, потому что выполнить вот эту рутинную техническую функцию, зарегистрироваться, вбить какие-то координаты, успеть в срок. А конкурс, надо отметить, он был очень четко заточен. Не успеваешь в срок, ты не лидер, до свидания. Логично. И в этом отношении, конечно, вот тот старт, который мне придал муж, я ему благодарна. На последних этапах возникали сложности, потому что муж, понимая график моей работы, какое количество студентов я организую и в профиль моей деятельности, он указал свой номер телефона, свою почту, и мне потом переадресовывал, говорил, обрати внимание. То есть первый этап проходил именно так. Вот-вот, он выступил в роли, если уж не коуча, ну, такого, скажем, ассистента, очень качественного. Даже ментора, наверное, для меня на первом этапе. Очень интересно. Ну, хорошо, вот он, то есть вопрос не в том, что вы, допустим, там, как принято говорить, с компьютером не дружите, а просто вот он организовал, скажем так, техническую, рутинную часть этого процесса. то есть чтобы мое желание именно сразу на конкурс переходило, да, вот на эту мотивацию. Отлично. Вы подали заявку, зарегистрировались и в какой-то момент времени вам пришел ответ, что вы по своим параметрам соответствуете, да, то есть вы можете принять участие. Это какие параметры? Это возраст, образование, что это? Можно перечислить? Сверху было только по двум параметрам, это, соответственно, мы должны были попадать в возрастной ценз, это до 50 лет, и управленческий стаж проверялся. То есть если до 35 лет было достаточно двух лет, если старше по возрасту, то пять лет управленческого стажа. Больше ничего не проверялось, ни уровень образования, ни профиль образования, ни сфера деятельности, ничто не влияет. И первый этап это был заочный, как я понимаю, да? То есть вам нужно было выполнить некоторые какие-то работы там, да? Это что? Это вот как на ЕГЭ, плюсик поставь там. Нет, это самое первое задание было на самом деле уникальным, для меня интересным. Потому что наступает время, наступает конкретно 8 ноября, и ты получаешь задание, тебе нужно записать трехминутный видеоролик, то есть видеосообщение о себе, где ты отвечаешь на два вопроса. Первый вопрос, соответственно, почему вы участвуете в этом конкурсе, и второй вопрос, расскажите о своем профессиональном достижении. Причем нужно жестко уложиться в тайминг, указано было, если свыше трех минут, не засчитывается, если каждый вопрос не более полутора минут. Ответ. Ответ должен быть, да. Ответ на каждый вопрос. Соответственно, для меня что получается? Я преподаватель. Когда я вижу это задание, ну, думаю, ну, три-то минуты, абсолютно не проблема. Но конкурс, он развивается параллельно с твоей профессиональной деятельностью. То есть она нигде не существует, там выделили время, сходи что-то поделай, подготовься. Конечно же, нет. 9 ноября я утром лечу в Пушкин, в город, да, то есть под Петербургом, нахожусь во дворце Кочубея, понимаю, что у меня есть 4 часа времени до начала моего, моей профессиональной деятельности, моего семинара, но уж за это время я 3 минуты как-нибудь запишу. И вы не представляете, какое это было мое удивление, что в 3 минуты весь тот посыл, который я хотела дать, уложить не просто сложно, а крайне сложно. Кроме того, так как нет подручных средств, то есть нужно записывать с одного дубля, и, наверное, самая главная оценка, это критика, когда ты записал, первый раз на себя посмотрел, и вот здесь я оказалась так же права, потому что меня, это, ну, я не знаю, такой всплеск, толчок. Если в этом я считаю себя профессионалом, и это вызвало определенные трудности, то как же будут другие участники, заявившиеся, я понимала, что на тот момент у нас 200 тысяч практически, как они будут выкручиваться? И действительно, это было правда. 50% после этого задания отсеялось. Вот он был первый. Да, и осталось 100 тысяч, что, в общем, тоже число такое устрашающее, 100 тысяч. Хотя 146 миллионов россиян и 100 тысяч, какой-то там доля процента, строго говоря, да. Окей. И вам что, вы что, просто вот, грубо говоря, селфи сделали? Это на что записывали? Прямо на смартфон? На телефон, потому что, что было подручные средства, мы живем в век цифровой экономики, потому что не было никаких ограничений уже потом только, потому что нужно отметить, что на момент записи видео я про конкурс, кроме своего желания, не знала практически ничего. То есть я прям четко шла по нарастающей. То есть о чем конкурс? Первое задание меня подхлестнуло. Ну, я понимаю, что про меня, но есть определенные сложности, есть куда расти. Соответственно, был торшер в номере, был вот так, телефон, смартфон, пальчик тык, и поехали. Ну, да, 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 Леонид Парфенов вот сейчас возобновил, да, в свое время чрезвычайно популярный ведущий на Меднии и так далее. Он тоже вещает сейчас из-под торшера, точно так же там на смартфон. Да, но от этого менее интересным не становится, надо сказать. Хорошо. Вы остались в числе тех 100 тысяч, которые записали нормальный посыл, свой месседж трехминутный создали, все устроило. Дальше? Дальше был блок. Для меня это был квест, потому что приходит тебе тут же в этот же день сообщение о том, что необходимо пройти тестирование на общую эрудицу. Это были задания по географии, по истории, по литературе. Часть была по экономике, по праву, но это минимальная часть, то есть они делились на четыре части, видимо, история, география, литература, и вот оставив последний блок, право экономика. И первый квест заключался в том, что уже с телефона, с подручных средств пройти это тестирование я не могу. Так как я находилась, я рядом с Екатерининским дворцом, это дворец Кочубея, то есть у меня был следующий квест «Найди компьютер». Соответственно, в распространенных вопросах было написано, если вы лидер, вы что, компьютер не можете найти? Ну, логично. И то, что вы в самолете, вы не можете время распланировать. На ответы давалось ровно сутки, то есть в течение суток в любое время вы из своего личного кабинета можете зайти, пройти это тестирование, оно было жестко регламентировано по времени, каждый ответ, и ты на каждый блок, на каждый вопрос со счетчиками, с таймерами, с секундами. Все четыре блока были, то есть и по истории, и по экономике, и по географии, все это нужно было сделать? В один раз, да, абсолютно верно. Там были тоже предложены, я все время сваливаюсь к ЕГИ, я сейчас объясню, почему к ЕГИ сваливаюсь. Там были тоже такие варианты, вот тебе предлагают три варианта, и ты должен поставить, или... Частично были, но большей части были вопросы с поставителя, например, если по географии, что, честно говоря, у меня прям вот, я всем теперь рассказываю, мне нужно было расположить мустья рек по широте в России. Прекрасно. Соответственно, нужно было не просто выбрать какой-то вариант ответа, были такие, конечно, вопросы, но большая часть, мне так показалось, она была именно, нужно выставить либо хронологию событий, если по истории, если по географии, иметь представление о географическом пространстве. Там были вопросы, мне попались по численности городов, и нужно было ориентироваться, также их расположить от убывания к... Ну, там какие-то плюс-минус погрешности с точностью, наверное. Мы не знаем, потому что, конечно, когда ты проходишь это тестирование, с одной стороны, я городами частично занимаюсь, так как являюсь доцентом кафедры госуправления, так вот, но я понимаю, что там города, разница в 50 тысяч, сложно улавливать, поэтому, как производилась оценка, честно говоря, мы же не знаем этой технологии, но, в принципе, по результату сейчас можно сказать, что там не было такого жесткого ценза, это просто была общая эрудиция, что вы имели представление, что север с югом мы не путаем, да, и имеем представление, крупные города, мелкие. Наверное, так. Но в сам процесс ты выходишь в таком полустрессовом состоянии. Почему? Я считала себя человеком достаточно начитанным, но когда меня выбивает из колеи вопрос по литературе, и я понимаю, что сентиментализм с романтизмом такая для меня уже теперь спустя много лет тонкая грань, это тебя стимулирует открыть и почитать. На самом деле, основной вывод, с которым я вышла после этого тестирования, я его проходила глубокой ночью, когда у охранника отобрала компьютер, да, как мне было и велено, ну, где я еще его могу найти во дворце Котюбея. Соответственно, то, что нужно читать не только профессиональную литературу, нужно не забывать то, о чем ты любишь, и вот держать глаза и уши открытыми, восприимчивыми. Существует такая теория, ну, может быть, не теория, но довольно распространенная точка зрения, что вот гуманитарные знания, ну, упрощенная, начитанность, да, или там, насмотренность, она каким-то чудесным образом, благодаря каким-то там нейронным связям в нашем мозгу, она очень помогает бизнесу, потому что она придает объем твоему мышлению, глубину, и те задачи, которые кажутся кому-то плоскими, как картонка, ты их воспринимаешь немножко по-другому и решаешь. Слушайте, вы меня прям интригуете, я вот думаю, что, ну, мне, конечно, поздновато уже участвовать. Ну, тестовый режим можно проходить. В таком режиме. Так что это было интересно, на самом деле. И вот это все были заочные. Это первый этап был заочный, соответственно, на выходе получалось, что если ты становишься лучше, чем половина участников тестирования, тебе присылают в личный кабинет сертификат, где подтверждают уровень твоих знаний. Что и случилось с вами. Да, да. И потом пошли очные уже. Нет, еще, еще. Следующий этап заочных, еще целых два, соответственно, в чем они заключались. Следующий тест был на вычислительные способности. Здесь тоже меня ждал приятный сюрприз, потому что, первое, достаточно сложно. Я считаю быстро, я считаю хорошо, все, кто меня знают, это подтвердят. Но отвечать на вопросы, где нужно анализировать экономическую информацию, потому что она была, честно, диаграммы, схемы, был поставлен вопрос, надо было посчитать. Можно было пользоваться калькулятором, высчитываешь, какие-то расчеты делаешь и отвечать. Я не успела на один вопрос ответить. Я была в шоке, честно скажу. Меня подстегнуло. Я поняла, что есть к чему стремиться. Значит, та компетенция моя, которую я считала, у меня хорошо развита. Нет, не все так. Светлана Николаевна, уточнение. То есть вам в очередном тесте или на очередном этапе вам было предложено использовать математический аппарат в контексте какой-то экономической задачи? Любые были. А, любые. Любые, да. То есть там могло быть, конечно, чисто экономическое позиционирование на рынке, динамика. Но самое главное, что были цифры. А к чему они относятся, было неважно абсолютно, потому что данный жесткий кусок информации, надо было его пройти. И тут же в этом же тестировании вторая часть состояла на формальную логику. Был данный здесь отрывок из любого текста. Про сталь, про шелк, например, мне попадались там, про экономику, что оказалось сложнее. И был задан вопрос, и нужно было ответить, верно, неверно, или невозможно, исходя из этого фрагмента текста, ответить. То есть недостаток информации. По экономике для меня было всех сложнее, потому что нужно было четко отключить весь багаж знаний и руководиться только тем, что написано. Вот этот тест мне удался очень хорошо. Я вышла удовлетворенная, довольная, быстро, четко, без сомнений, хотя большая часть ответов была как раз невозможна ответить. Хорошее замечание насчет вредности и избытка знаний. Да. Иногда это должно ограничивать. Мешает, 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 отсекается. Да, 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 да. Потому что на Торино колею и начнем. Окей, вот эти все этапы вы прошли заочные, потом наступило время, когда начались региональные, да, там, или как, нет? Нет, опять нет. После этого был также отчет, который у тебя уже такой был достаточно детальный, сказали, что ты умеешь, что ты не умеешь. А, то есть вам сообщили ваши сильные, слабые стороны. То есть нас поддерживали мотивации, потому что каждый раз тебе присылают отчеты, ты видишь, как ты справился. У тебя получается обратная связь. И вот после этого этапа ты проходишь в следующий, где дается профессиональный тест на управленческий потенциал. Это порядок у меня заняло двух часов. Но это тоже вот в... Онлайн тоже. В онлайн режиме, да? Да, да, тоже онлайн режим. И только после этого уже очный этап. Вы, в конце концов, выяснили, когда все это прошли, кто, собственно говоря, были судьи-то, как принято говорить, судят кто, вот кто это все оценивал? Ну, догадываемся, догадываемся. Ну, например, да, поделитесь догадками. В этом отношении нужно понимать, что первая часть идеологом был, это Аузан, в данном случае, да, потому что он говорил как раз, что управлять Россией, то есть неважно, на каком поприще бизнеса, государства, как угодно, должны все-таки люди, имеющие, а, культурный код определенный, да, представляющие, что такое Россия, видимо, отсюда вопросы по истории, по географии. Ну, если Аузан, я представляю, мы в свое время с ним, когда были совсем молодыми, начинали движение потребительское, и даже пытались издавать журнал «Консюмерист», ну, по аналогии с американским. Вот. Примерно я представляю ход его мысли, и на что он заточен. Давайте перейдем к очному. К очному. Самое интересное. Да, как это вот все выглядело, вот эта вот картина. Ну, я что-то видел по телевизору, конечно, там сидят за столами, команды какие-то, что-то там обмениваются, спорят, ну, чуть детальней может быть. Очный этап начинался, на самом деле, интересно. Во-первых, первое. У меня была мотивация, то есть вот если говорить о том, почему я еще пошла на конкурс, то есть узнать, кто я. И это был, на самом деле, для меня столь важен вот этот заочный онлайн-этап, что меня никто не знает. У меня есть некий шифр, да, ID, там, длинное название. И получить отчет, да. Отчет пришел перед полуфиналом, и ты смотришь, ну, вот здесь-то я согласна, а здесь абсолютно не согласна. И вот ты попадаешь в этот самый полуфинал, где, интересно, а кто они, да, кто твои визави, с которыми тебе придется сразиться. И организаторы, то есть мы посчитали, что они люди с юмором, то есть они каждый раз вставляли какие-то дополнительные интересные факты. Сначала опаздывать нельзя, потом опаздывать можно. Приезжаешь сюда, говоришь, нет, у вас сегодня только регистрация. Изначально в программе регистрируемся, мы говорим, так, запишитесь вот здесь, вот здесь, вот здесь. Что такое вот здесь? А вы сейчас проходите тестирование, а вы даете видеоинтервью, а вы здесь фотографируетесь. Соответственно, первое, это было тестирование, где мы подтверждали тест на управленческий свой потенциал, организаторские способности. Он был намиксован, там очень много на логику было, не только на формальную логику, но и как мы воспринимаем ассоциативно буквенный ряд, то есть вот настолько намешанные занятия, и очень по времени сжатые. Все, и сразу отчет тебе, чтобы ты так по носу тебя щелкнули, ты видишь, где у тебя высоко, где у тебя низко. Про скрипки были вопросы, про Баха в том числе. Да. А что с Бахом интересно? Мне такой вопрос не попался, потому что первый вопрос, который меня коллеги спросили, когда я вышла, Свет, ты как, дружишь с Бахом? Я говорю, ну нормально, а мы вот совсем нет. Это были ребята прям технари, технари с производства. Вот теперь я задам, наконец, этот вопрос, которому в первой части беседы потихонечку подводил, насчет ЕГЭ, и насчет того, насколько разные люди все-таки оказались вот в этой финальной части конкурса вместе с вами. Я читал также не только ваше интервью, но и интервью победителя, одного из победителей конкурса, Эльнара Герфанова, кстати, тоже выпускника университета, юрфаковца. Я, правда, не понял, чем он сейчас занимается, то ли юридической практикой, то ли верблюдов разводит. Больше юридической практикой. Больше юридической. Ну, судя из неформального общения. Верблюд – это так. Параллельно, да, интересно. Экзотик, да. Все понятно. И меня, откровенно говоря, я даже не знаю, как выразить это чувство. Ну, давайте деликатно я скажу. Вызвало улыбку. Он в этом интервью, Герфанов, когда его спросили, вот насколько сложный был конкурс, и он, насколько я понимаю, на полном серьезе отвечает. Ну, да, конкурс был сложный, вопросы, я бы сказал, вот я даже процитирую. Вопросы тяжелые. Сравнить можно с ЕГЭ. И вот тут-то я, как говорится, призадумался, просто начал думать про себя. Это серьезная какая-то компания, организация этого конкурса? Это действительно мы выявляем потенциальных лидеров, да, страны в разных направлениях? Или это вот, ну, как-то ЕГЭ не очень у меня с этим вязалось, и нельзя ли, вот, я понимаю, что некорректно комментировать чужие высказы, но тем не менее, вот у вас ощущение совокупное такое, интегральное. Это все-таки большая, сложная машина, да? Большая, сложная машина. То есть никаких этих вот ха-ха-хи-хи там? Нет, 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 я думаю, все, что имел в виду Эльнар, это, наверное, только вот этот первый этап, который был похож просто по форме подачи, да, что это онлайн, что выбираешь варианты ответа, но мы понимаем, что это ничего общего с ЕГЭ не имеет, на самом деле. А все, что касается дальше, вот тест на управленческие способности, это профессиональные оценочные асессменты, центры, профессиональные методики, опробированные в мире, и ты реально понимаешь, потому что общалась с полуфиналистами, с финалистами, очень многие проходили такие виды оценки, и они подтверждают, во-первых, сколько это, это дорогая оценка, нужно понимать, то есть это, она не сказать, что она глубинная оценка каждого участника, когда вот мы были особенно на очном этапе, потому что на команду был один асессор, то есть это порядка 70 человек, один он, конечно, может что-то не услышать, что-то не увидеть, в отличие от, когда при приеме на работу на топовые позиции, там значительно больше асессоров, но в любом случае здесь была игра на выбывание, проявляешь, не проявляешь эти качества, не было задачи такой глубинной оценки, но срез, на мой взгляд, очень адекватный, потому что вот чем больше общаюсь, очень много своих коллег принимало в этом участие, все соглашаются. С первого этапа я тоже скажу, вот стратегическое мышление, я знаю, что у меня хорошая компетенция, что-то то, что очень низко думаешь, но нет, не про меня, начинаешь копаться, начинаешь искать людей, спрашивать, а в чем может это проявляться, а теми начинают толковать, потому что, опять-таки, ты толкуешь в лоб некоторые компетенции, начинаешь их раскрывать, начинаешь признавать, ну, наверное, правильно, и в этом отношении Кириенко приводил пример в своей речи, что его знакомые не прошли на определенном этапе, собрали семейный консилиум, взяли отчет, проанализировали, признали, ну, верно написано, поэтому в этом отношении, вот, во всяком случае, нет никаких сомнений. Сергей Владеленович, у нас ведь основной, как говорится, вдохновитель, да, и куратор, идеолог этого конкурса, я думаю, что это вместе с ним вот это вот пришел немножко, даже немножко, но, наверное, множко, можно сказать, принципиально другой подход вот к тому, как осуществляется кадровая политика. Все же мы стонем, да, ну, политически активная часть, во всяком случае, общества, то, что заржавели социальные лифты, что нет возможности для продвижения, для того, чтобы своим умом, талантом, терпением, в конце концов, да, вот куда-то продвигаться. Но, один вопрос такой побочный, да, ну, во всяком случае, внешне. Тут мне сказали знающие люди, что вот ваше решение участвовать в этом конкурсе было неожиданностью и для руководства вашего общества-то для Нелли Гумеровна и для ректора. Для всех, да, нет. Да, это было вызовно чем? Вы не хотели ставить их в известность, чтобы, ну, не возникало каких-то неловкостей, если вы вдруг не пройдете далеко? Или как? Нет, на самом деле, это все начально же, когда был конкурс, и, говоря про главного идеолога, он всегда говорил, что это не конкурс на должности. Это конкурс исключительно проверить себя, оценить свои потенциалы. И на самом деле с конкурсом все только начинается. Вот. Мы сейчас к этому перейдем. Это самое главное. Потому что это только то, что мне хотелось узнать, кто я. Получить отчет, попробовать свои силы исключительно, да. И давайте честно говорить, что по этапам конкурса большинство не верило в кристальную прозрачность этого конкурса, да. И всего того, что так как это обычный конкурс, и, мне кажется, в академическом сообществе, если я подаюсь на грант, то я абсолютно не информирую кого-то, выиграю грант. Вот достигла чего-то, вот уж тут я, соответственно, где-то. И я не одинока в этом отношении. Вот он, я победитель, принимайте меня. Принимайте меня, абсолютно верно. Потому что, как говорил губернатор Самарской области, говорит, вот здесь сидит мой зам, вице-губернатор, он меня тоже не ставил в известность о том, что он пробует себя, участвует. И сегодня он приветствует, его зам участвует как конкурсант. Вы сказали очень правильные слова, вы вообще все правильно говорите. Спасибо вам большое за, я думаю, это очень полезная информация для тех, кто нас смотрит и слушает, особенно для чистолюбивых, для чистолюбивой части аудитории. Я на самом деле, да, могу сказать, участвуйте все, это очень интересно, это очень полезно для себя. Это развивает не то слово. И вот вы сказали, что не один раз повторили вот сейчас, в ходе нашей беседы, что вот я должна была понять, кто я. Кто я. Ну, то есть, давайте здесь, мне кажется, есть некоторый элемент лукасства, потому что вы понимали, что у вас есть лидерские качества. Да, конечно, да. Но и правда, и то, что, конечно, любое такое испытание, оно позволяет себя немножечко переоценить, может быть, посмотреть. Но есть и третья сторона, те люди, которые проводили этот конкурс, уж во всяком случае финалистов, сколько у вас там было? Две сотни осталось от 100 тысяч? Триста. Триста. Триста на всю Россию. Ведь они же вас, опять же говоря, упрощенно или грубо взяли на карандаши. Да? Да. И, как я понимаю, применительно вот к этому определению, к социальному лифту, здесь-то у вас двери не закрываются, а открываются. По идее. Да? И, наконец, еще одно превходящее обстоятельство. Вот тот факт, что вы на очных этапах, ну, грубо говоря, варились в одном котле, да, со многими людьми. Вы обзавелись новыми связями, новыми знакомствами. Вот это самый главный эффект от конкурса. Да. Потому что для меня, я вспоминаю свое состояние, когда, на самом деле, у меня была возможность, что я не смогу попасть в этот полуфинал, не потому, что я туда не прошла. Я сказала, что у меня дочь в 11 классе, и здесь надо было совместить два мероприятия одновременно. Но судьба вела. У нее закончилось мероприятие, а организаторы продлили окно регистрации не в 3 часа, а до 10 вечера. И я попала туда. И когда я попала в эту атмосферу людей, я увидела, у нас полуфинал в Самаре было 150 человек, это 150 горящих пар глаз, жутко мотивированных, именно не просто сильно, а жутко мотивированных. Когда ты привык говорить о том, что вот у меня ребенок олимпиадник, а у меня тоже олимпиадник, а у тебя по какому предмету, а у меня по такому предмету. А ты чем занимаешься, кроме тем, тем, тем. То есть у нас вообще масса общего. И надо сказать, что на протяжении всех кофебрейков, всех обедов, ужинов, разговор со 150 человек, незнакомых абсолютно. Он не затихал ни на минуту. Это было бурлило. Всем хотелось поделиться. Контакты. Замечательно, что есть сейчас современные технологии, которые позволяют всех участников в одной сеть объединять. Мы все друг друга знаем. Куча предложений к друг другу. Давай такой проект реализуем. Давай другой проект реализуем. И я увидела, что есть столько людей, горящих и мотивированных, которые также пытаются порой сложную такую нашу управленческую машину крутить. Крутят, бегут. Причем по возрасту были разные. Потому что для меня был очень важный фидбэк. Молодые люди были, которые в районе 30. Они, вот когда закончился полуфинал, последние испытания, я видела вот эти молодые, причем они столько мне казалось для 30 лет достигли, да, вот честно скажу. А у него чуть ли не слезы на глазах. Он говорит, я больше не буду другим. Я увидела вас, я понимаю, сколько мне еще нужно сделать. Это он про нас говорил, да. Мы, в свою очередь, говорили про тех, кто постарше. И вот это, глаза расширяются, и энергетики становятся значительно больше. Я шла по Самаре, я улыбалась. Вот после вкусья я улыбалась. Вот улыбка, она расплывалась, вот потому что вот такое чувство внутренне, такие крылья выросли, хотелось лететь, реализовывать, творить, продолжать в этом отношении. Чудесно, абсолютно вдохновляющий рассказ. Огромное вам спасибо. Успехов вам. Спасибо. В карьерном продвижении, в научном продвижении. И с наступающим у вас праздником имени Клары Цеткиной Розы Люксембург с 8 марта. Спасибо большое. Насколько я понимаю, у вас впереди очередные мероприятия, каким-то образом связаны. В понедельник мы приезжаем, встречаемся опять. 300 человек и часть полуфиналистов, даже мы, я знаю, приглашены. Россия, страна возможностей. Мы постоянно обсуждаем все свои желания, пожелания в чатах, поэтому мы стремимся. Я сейчас вижу, как мы регистрируемся активно на этом мероприятии, поэтому планируем создавать клуб финалистов, конкурса «Лидеры России», обсуждать реализацию определенных проектов, потому что зарядились все. Мне кажется, ни один не ушел. Отлично. Я думаю, что на самом деле мало у кого в нашей стране есть сомнения в том, что России нужны новые лидеры. И дай бог, и кто еще может дать, пусть даст, чтобы эти лидеры появились. Еще раз вам спасибо огромное за ваш рассказ. Я повторюсь, вдохновляющий рассказ. А я хочу напомнить нашим телезрителям, что сегодня у нас в студии программа «Акцент» была финалист конкурса «Лидеры России» Светлана Николаевна Котенкова, доцент кафедры госуправления Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Спасибо вам за внимание. Я думаю, что эта встреча была полезной для вас в первую очередь, для меня интересной. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова